Здравствуйте, меня зовут Кирилл Бижан, мне 17 лет. Я живу в Финлянте, в городе Турку. Являюсь членом молодежной организации «Альбатрос». Молчан. В памяти ленинградских детей, погибших на станции Лычкова. Есть места на земле, чьи названия словно оковы, держат в памяти то, что осталось в печальной доли. Вот таким местом скорби и братства нам стало Лычково. Большое село на краю Нуркородской земли. Здесь, в июльский безоблачный день 41-го года, враг, нагрянув с небес, разбомбил пассажирский состав. Целый поезд детей Ленинграда, 12 вагонов. Тех, что город хотел уберечь в этих тихих местах. Кто же мог в Ленинграде в тревожном ее не представить, что фашисты так быстро окажутся в той стороне, что детей отправляют не в тыл, а навстречу войне, и над их поездами нависнут машины с крестами? Нет, им в прицел было видно, что там ни солдаты, ни пушки, только дети бегут от вагонов, десятки детей. Но пилоты спокойно и точно бомбили теплушки, ухмыляясь злорадной арийской смешкой своей. И метались по станции страхи мальчишки, девчонки, и зловещи чернили над ними на крыльях кресты. И мелькали средь пламени платьица и рубашонки, и кровавили с детской плотью земля и кусты. Глохли крики и плач, в реве, грохоте юнкерса в гуде. Кто-то сам, погибая, пытался другого спасти. Мы трагедию эту вовек не забудем, и фашистских пилотов убийц никогда не простим. Разве можно забыть, как детей по частям собирали, чтобы в братской могиле, как павших солдат, схоронить? Как, не стыдясь над ними, и мужчины рыдали, и клялись отомстить. Разве можно все это простить? На Руси нету горя чужого. Беды посторонние и беду ленинградцев Лычковцы считали своей. Да кого же убийство детей беззащитных не тронет? Нету в мире боли страшней, чем видеть страдания детей. Вечным сном спят в Лычкове на кладбище, в скромной могиле. Ленинградские дети далеко от дома и мам. Но Лычковские женщины и матерей заменили, отдавая заботу и тепло их остывшим телам. Убирая могилу невинных страдальцев цветами, горько плача вне скорби и славы страны, и храня всем селом дорогую, но горькую память о таких незнакомых, безвестных, но все же родных. Его сдвигли в Лычкове на площади, возле вокзала, скольбный памятник детям, погибшим в проклятой войне. Перед рваной глыбой девочка, словно средь взрывов в огне, в смертном ужасе к сердцу дрожащую руку прижала. Говорят, вряд ли в ее капля бронзы слезой пробежала и осталась на левой щеке до скончания дни. А по рельсам бегут поезда, остановка Лычкова. Пассажиры спешат посмотреть на момент, расспросить, врезать в сердце свое страшной повести каждое слово, чтобы Лычковскую боль всей страной не забыть, не простить.